На связи краткий капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме Бэйб. Четвероногий малыш. Поросеночек Бэйб жил спокойной и размеренной жизнью, пока его маму не увезли в очень хорошее место, куда отвозят всех взрослых и отъевшихся свиней. Каждый поросенок мечтал попасть туда, когда станет большим. Да только Бэйб не подозревал, что его маму вместе с остальными повезли на скотобойню. Вскоре и самого Бэйба забрали. Его привезли на фермерскую ярмарку и выставили на конкурс, где надо было угадать вес поросенка. Тогда сможешь забрать его себе. На этой же ярмарке был Артур Хоггетт со своей пышнотелой супругой Эсми Корделией. От нечего делать, Артур подошел к палатке, где сидел поросенок и сообщил его вес. Ему обещали позвонить, когда станут известны результаты розыгрыша. Через некоторое время Артуру позвонили и сообщили, что он выиграл поросенка. Он привез Бэйба на ферму, где уже жило множество других животных. Щенки Флай и Рекса первыми заинтересовались необычной животинкой. Флай пошла в хлев, чтобы познакомиться с новоприбывшим. Она пообещала, что будет заботиться о Бэйби, пока он не освоится. Успокойся. Ты должен быть храбрым, крошка. Но вот Рекс, ярый блюститель правил, не одобрял действия своей супружницы. Утром фермеров должен будить петух. Но только не на ферме Хоггеттов. Каждый день петуха опережает утка по кличке Фердинанд. Когда он осознал, что люди едят уток, ведь от них никакой пользы, кроме вкусного мяса, Фердинанд решил взять на себя работу петуха. Чем сам Петя был недоволен. С началом нового дня началась и забота Флай о поросенке. Она объяснила ему основные правила поведения на ферме. Например, что в дом могут заходить только кошки и собаки. Или что собаки пасут овец. А работа свиньи побольше есть. Когда Флай и Рекс уехали вместе с Артуром, Бейб познакомился с овцой по имени Маа. Она рассказала, что собаки злые и кусачие. Однако поросенок не мог поверить, что Флай может кого-либо укусить. Ведь она была так добра к нему. Утром Фердинанд снова забрался повыше, чтобы возвестить начало нового дня. Однако его опередили. Это был будильник, который купила Эсме. Фердинанд испугался, что теперь он снова станет не нужен и его съедят. Поэтому он задумал коварное преступление. Для реализации задумки Фердинанду потребовался сообщник. Главное, чтобы он был достаточно глупым и доверчивым. Выбор пал на Бейба. Фердинанд рассказал ему, что для него жизненно важно избавиться от будильника. Но сам он пробраться в дом не может, ведь у него аллергия на кошачью шерсть. Он сразу начинает чихать. Поэтому всю грязную работу должен сделать Бейб. Поросенок согласился помочь. Однако он был слишком неуклюжим и чуть не разбудил герцогиню. Пришлось Фердинанду вмешаться. Когда они утащили будильник и почти добрались до выхода, герцогиня все же проснулась и пришлось им улепетывать со всех лап. Да только дома после них остался жуткий бардак и следы на ковре. После этого случая Рекс настрого запретил Бейбу общаться с Фердинандом. У поросенка есть свое место. Его он и должен придерживаться. На следующий день Бейб нашел утку в сарае, где разделывали животных и рассказал ему последние новости. Наконец настал тот момент, когда Артур решил продать щенков Рекса и Флай. Овчарки с болью в сердце наблюдали, как забирают их любимых отпрысков. Бейб увидел, что Флай грустно и попросил у нее разрешение называть ее мамой. Флай согласилась. Пришел канун Рождества и на ферме царило предпраздничное оживление. К Хогетам приехали в гости дети и внуки, а сами хозяева решали, что лучше подать к столу – утку или поросенка. Эсми измерила Бейба, пощекотав ему пузико, и уже собралась приготовить его, но Артуру стало жалко поросеночка. Он намекнул жене, что они могут получить приз на ярмарке за лучшую свинью, если достаточно откормят Бейба. Эсми сразу передумала подавать на стол поросенка. Получать призы ей нравилось больше, чем есть свинину. Поэтому Артур зарезал утку, но не Фердинанда. Однако Фердинанд не стал ждать, когда придет его очередь. Насмотревшись на застолье Хогетов, он улетел с фермы. Отправив Фердинанда в полет, Бейб услышал, как на лугу блеют овцы, и отправился туда. Здесь он увидел мужчин, которые загоняли овец в машину. Кто-то пытался своровать всю Атару у Хогетов. Поросенок кинулся обратно к дому, чтобы позвать Флай и Рекса, а те, в свою очередь, позвали хозяев. Несмотря на это, большую часть Атары грабителям удалось забрать. Дети подарили Артуру и Эсми на Рождество факс, чтобы можно было мгновенно обмениваться письмами. Пока Эсми рассматривала подарок, Артур наблюдал за поросенком, который построил куриц и разделил их на две группы. До него начало доходить, что это непростой поросенок. Когда Артур отправился на пастбище, он взял с собой овчарок и Бейба. Здесь он острик кучерявых, а Рекс и Флай продемонстрировали, как надо загонять овец. Затем Артур открыл загон и велел Бейбу выгнать овец на пастбище. Флай подсказала ему, как надо действовать. Но когда поросенок пытался выдать себя за овчарку, кучерявые просто посмеялись над ним. Тогда Бейб попросил их вежливо и Маа, а за ней и остальные овцы послушались его. Они выстроились парочками и вышли из загона. Рекса такое поведение бекона не обрадовало. Он уверен, что место свиньи на хозяйском столе. Пришлось Флай с ним побеседовать. Да только разговора не получилось. Они начали ссориться, а когда Артур попытался их разнять, Рекс укусил хозяина. После этого его посадили на цепь, а доктор, которого вызвал Артур, посоветовал кастрировать овчарку, но Артур не согласился. У него теперь на одну собаку меньше, поэтому он начал брать с собой на пастбище поросенка. Когда Артур пытался скормить лекарство Маа, та отказывалась его пить. И только уговоры Бейба заставили ее покорно выпить микстуру. По дороге домой Артур остановился посмотреть, как один из фермеров натаскивает своих собак перед соревнованием. Овчарки должны по команде перемещать овец по лугу. У Артура возникла мысль снова принять участие в этом конкурсе. Флай рассказал о Бейбу, что он уже пробовал выставить на соревнования Рекса, но тот плохо слышал из-за травмы, которую получил, спасая овец от наводнения. И в тот раз титул чемпиона достался другому псу. Придя домой, Артур соорудил препятствия, которые надо будет пройти овчарки с овцами. А затем показал Бейбу, куда должны двигаться овцы. Однажды утром Бейб встал раньше и отправился на луг, где собаки пытались загрызть овцу. Он отогнал кусачих негодяев, однако не успел спасти Маа. Ее сильно ранили, и овца отправилась в свой овечий рай прямо на лугу. Застав поросенка рядом с трупом овцы, Артур решил, что это он учинил это безобразие. За такую провинность Бейба надо было пристрелить. И Артур уже зарядил ружье и направил его на поросенка, но помешала Флай. Она узнала у овец, что Бейб их спас и с Лаем прибежала во двор. Как раз в этот момент Эсми сообщила, что звонили из полиции и сказали о других подобных нападениях на овец. Артур понял, что поросенок не виноват. Эсми уехала на конференцию, оставив мужа дома одного. А тот отправил при помощи факса заявку на участие в соревнованиях. В графе, где надо указать кличку собаки, Артур написал «Свинья». Когда начался сильный дождь, хозяин позвал домой Флай и Бейба. На поросенка сходу накинулась герцогиня. Пришлось Артуру выбросить ее на улицу, чтобы не повредила Бейба. Кошка затаила обиду. И когда выключился свет из-за грозы, она рассказала поросенку, что люди едят свиней. И хоггитсы не исключение. Испуганный Бейб сбежал из дома. На его поиски отправили Флай и Рекса. И они выследили поросенка далеко за фермой. Когда его вернули домой, Бейб заболел и отказывался от еды. Артур не мог взять в толк, почему его любимец хандрит. Он забрал бекончика в дом и начал ему петь. От песни Бейб повеселел и даже попил воды. А когда Артур ему станцевал, поросенок и вовсе ожил. За представлением Артура наблюдали все обитатели фермы. Даже Фердинанд, который вернулся из своего добровольного изгнания. Наступил день соревнований, и Артур забрал Бейба и Флай на ярмарку. Тут поросенок познакомился с местными овцами, да только кучерявые отказывались общаться с ним. Привет, доброе утро! Флай заволновалась, ведь если Бейб не справится с ними, Артура засмеют, а этого она допустить не могла. Она поделилась опасениями с Рексом, и тот отправился на ферму, чтобы переговорить со своими овцами. Рекс рассказал им о проблеме Бейба, и те в ответ пообещали помочь. Но сперва Рекс должен пообещать, что не будет больше кусать их, ругаться на них и вообще станет вежливым и воспитанным. Взамен овцы сообщили особые слова, которые заставят овец повиноваться. Рекс ни за что бы не успел передать все это Бейбу, но на соревнованиях возникла заминка. Узнав, что свинья – это не кличка собаки, а самый настоящий поросенок, судьи хотели дисквалифицировать Артура. Однако в правилах не было запрета на участие поросят в соревнованиях, поэтому его допустили на поле. Пока шло разбирательство, Рекс успел прибежать и рассказать об особых словах Бейбу. Когда Артур с поросенком появился на публике, его осмеяли. За этим наблюдала Эсми из гостиницы вместе со своими подругами. Смотрели трансляцию соревнований и обитатели фермы. Бейб с блеском справился со своей задачей, заставив зрителей сначала изумиться, а потом кричать от радости, когда судьи поставили ему высший бал. Артур же поблагодарил поросенка и тот начал гордиться собой. Это все на сегодня. Пишите в комментариях свое мнение о фильме. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов.